Перед началом этого видео хочу сказать, что всё, что я буду говорить как о самом разработчике, так и о самой фан-игре, будет являться лишь моим мнением. И вы можете быть со мной как согласны, так и не согласны. И это нормально. У каждого человека есть своё мнение, и главное его не бояться высказывать. Поэтому не стоит мне писать разогневные комментарии о том, что мне прилетит кирпич в лицо. А также хочу отблагодарить вас за донаты, которые вы мне присылали за последние стримы. Такая поддержка очень мотивирует меня делать наиболее качественные видеоролики и придумывать новый контент. Ну что ж, усаживайтесь поудобней, приятного просмотра. Всем здравствуйте, на связи ПДЖУТП, и добро пожаловать в такой небольшой разговорный ролик по одной из фан-игр вселенной ФНАФ, как Five Nights at Freddy's Plus. Знаете, обычно я не люблю обсуждать новости по ФНАФу на моём канале, да и в целом я не люблю слушать разные новости, ибо мне это не интересно, и из комьюнити ФНАФа я ушёл как год назад. Но за последние дни, услышав о такой новости, как об отмене одной из фан-игр, я просто не мог обойти её стороной, и я обязан был сделать этот видеоролик. Несмотря на то, что эту новость на ютубе уже успели обговорить несколько десятков раз, я решил немного подзадержать этот видеоролик для того, чтобы выпустить в более солидную для нас всех дату. Ведь уже нашему Мишке Бебре исполняется аж целых 9 лет, и я очень надеюсь, что вселенная ФНАФа не будет больше нас разочаровывать, и будет выпускать наиболее годные для нас обновления, DLC и игры на том же уровне, как и недавно вышедшие руины. К моему большому сожалению, я не имею возможности поиграть в эту игру, однако я был очень доволен геймплеем от Винди и Давка, которые показали мне всю настоящую красоту этого DLC. И помимо этих двух людей, в DLC успел поиграть аж сам Фил Морк, о котором мы сейчас и поговорим. Конфликт берёт начало со стрима разработчика по руинам, после которого он в своём твиттер-аккаунте сообщает, что дополнение для него было скучным. Но вдруг на пьяную голову нашего горе-разработчика падает никто иной, как пользователь с ником GoldenRabbit, который решает прикольнуться в комментариях под этим постом. Тем самым предлагая фанатам ФНАФ Плюс назвать проект Виздама скучным, когда игра выйдет на свет. Но яростные фанаты ФНАФ Плюс не оценили рофлы и решили затравить GoldenRabbit'а с видеороликами о самоубийстве, после чего это дошло даже до самого Фила. И казалось бы, Фил должен был извиниться перед пользователем за хамское поведение в его сообществе, но тут-то же нет. Вместо этого разработчик самостоятельно начинает травить этого бедолагу и оправдывается тем, что, мол, «А почему меня так не травили?» Негативное поведение Фила заметили и остальные люди, и возмущённые поведением разработчика стали писать коду на посту с просьбой удалить Фила из фанверс-вселенной. И вдруг тут-то же наш пьянчуга переобулся и наконец-то сделал пост с настоящим извинением. Хотелось бы и мне в это верить, но в очередной раз зелёный сучёныш опять троллит нашего бедного GoldenRabbit'а и скидывает ему рекролл. И уже получилось так, что цирк уехал, а клоун допрыгался. В итоге Фил убирает метку о том, что он является разработчиком ФНАФ Плюс, его удаляют из фанверса, а игра переходит в руки Клик Тиму. И теперь на этом этапе у нас расходится дорожка на два пути. Либо Клик Тим продолжает делать игру и публикует её в Steam уже в скором времени, либо же происходит полная отмена фан-проектов. И теперь же всё зависит либо от Клик Тима, либо от самого Скотта и его будущего решения. В итоге этим решением стала полная отмена ФНАФ Плюс. Теперь игра вообще полностью заблокированная, удалена со Стима и никому больше недоступна из пользователей. А что по поводу Forsaken Air, я сказать не могу. Ибо аниматроника заменят, как и ранее было с Редбером, либо аниматроника уберут, и ваши скриншоты, которые вы теперь храните в галерее с его дропами, будут по-настоящему доисторическими. Я ранее любил ФНАФ Плюс, и я даже поверить не могу, что ранее уважал этого разработчика. Ведь делать один ремейк ФНАФ 1 около, сука, трёх лет, с некоторыми изменениями в графике и опциях, ну это уж просто пиз... Да, мы лишились одной из фан-игр этой вселенной, но нельзя сказать, что наши три года ожиданий были просто напрасными. Пока мы ждали один лишь ФНАФ Плюс, у нас ещё за это время вышел аж целый One Night at Flamptis 3, появилась больше информации о других фан-играх, и также вышло новое дополнение к Security Breach. Физ нам ещё раз показал своё безответственное отношение к своему проекту, да и к своей аудитории в целом. И после этого даже никто думать о его возвращении в эту вселенную не станет, что очень даже для нас хорошо. Ну а на сегодня всё. Всем спасибо огромное за просмотр. Ещё раз поздравляю вселенную ФНАФа с девятилетием. Надеюсь, я буду ждать от неё гораздо большего, чем я просто предполагаю, и она будет продолжать удивлять не только меня, но и в целом всех своих фанатов. На этом видеоролик подходит к концу. Всем спасибо огромное за просмотр, поставь лайк и подпишись на канал, если ты тут впервые и тебе понравился этот видеоролик. Оставляй свои комментарии по поводу ФНАФ Плюс и её разработчики. А также заходи в мой телеграм-канал, чтобы не пропускать все новые и свежие новости о моём канале и игре Forsaken Air Darkest Delivery. Ну а на этом всё, ещё увидимся, всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»